Начинается очередная командировка, поездка в Пекин, в Китай, в Китайскую Народную Республику. Сегодня 21 августа, и я вылетаю из Шереметьево на Хайнань Airlines в Пекин. Вот такая вот история. Сейчас жду такси. И собрал чемодан и рюкзак. Собственно, наверное, ничего не забыл. Поэтому подождем, где наш такси. Сейчас мы посмотрим, где оно. Две минуты осталось, да. Поэтому приеду я через неделю, и здесь, я думаю, ничего особо не изменится. Будет такое же лето, жаркое, еще и осень застану. Ну, а завтра уже узнаю, как там погода в Пекине. Терминал ЦМ. Два с половиной часа до самолета еще, в принципе, по времени. Но нормально, оптимально. И третий раз я вылетаю уже из этого терминала в этом году. Первая была Иран, Корея, Китай. Да. Вот так вот интересно все получается. Может быть, в этом году еще куда-нибудь поеду. Ну, не факт, посмотрим пока. Сейчас на досмотр предварительный. А там разберемся. Достроили, наконец, скульптуру. Большую, с лайт-экранами. Странно выглядят все страны мира. Так понимаю, это карта мира. Она сделана в виде экрана от Микро-Микро. Ну, да ладно. Часы. Вылет. Ничего не отменено. Никак год назад. Красота. Наш рейс. 19.55. ХЮ-79-86. Регистрация идет. 21.05. Дальше Хабаровск уже. Народу, ну, много. Стандартно. В очереди китайцы, русские. То, куда летит. Вот. Все хорошо. Сейчас сдамся. И потом проверка этого самого безопасности таможня. По гран-контролю точнее. Как бы это был не мой борт, уже, может быть, который прилетел. Это же 330-й. Насчет прохождения всего. Моментально как-то я проскочил все это. Народу мало, действительно, сказал одной из тетенек. Она говорит, да ладно. Народу, как обычно. Да нет же, не как обычно. В этом году я уже два раза выбирался за рубеж. Не было такого. А тут прям раз, два, три. Там нет, там нет. Ну, три пункта проверки и никого нет. Очень забавно. Вот. Тут живенько. Народу много. Работает все, что можно. Я сейчас найду свой выход. И где-нибудь заправлюсь уже. 134-й, да. 134-й где-то непонятно где. Сейчас разберемся. Бизнес-зал работает. Нужно было карту сделать себе. А вот он, 134-й как раз, да. Китайцы, китайцы. Большая часть пока китайцев. Очень интересно, как это будет поездка у нас проходить. Вот он, 19.55, да. Ну, еще 18.16. В общем, хорошо, что я так добрался. Как раз по времени, по расписанию. Вчера была задержка, кстати, на минут 30 или 40. Сегодня нормально. Вот. Осталось найти местечко уютное, где можно отдохнуть, перекусить что-нибудь и выпить. То же место, то же время. Тоже пиво. Цена чуть-чуть повысилась. А так в целом вообще нормально все. Ваше здоровье за хороший перелет. Сейчас посижу тут, потуплю минут, не знаю, 30 еще и будет окей. Самолет стоит, пилоты на месте. И посадка началась у нас. Я пока заряжаю телефон. И здесь выстроилась такая очередь. Ну, на самом деле небольшая, потому что загрузка этого самолета чуть меньше 300 человек. Здесь я вижу, ну, человек, наверное, 50-60 максимум. Мне кажется, будет много свободного места. И возможно, что я сяду на место К и буду один в всем ряду, надеюсь. А может быть и нет. Ну, посмотрим, как получится. Тут всякая такая реклама идет. Все, шарик, пока. Через час я уже буду в небе. Очень много самолетов, отличная погода. Суперджет, по-моему, заруливает на стоянку. Судя по виду, окна, но не факт. Аэрофлота много. Это главный хаб вообще. Шереметьево. Здесь аэрофлот базируется. Я в самолетике. Здесь достаточно много места. Дали вот такой пакетик. Внутри у нас, конечно же, носки, зубная щетка, маска, пироши. Прям потрясающе, да. Китайцев много, конечно. Но сейчас с ними разберемся. Скорее всего, этот чувак сидит не здесь. Я надеюсь, что я буду один сидеть на этих двух местах. Но кто его знает, посмотрим. В принципе, ничего страшного. Вот так. Хороший самолет такой, приятный. Большой, красивый стюардесс, конечно, да. Форма. Я про нее слышал. И это, да, впечатляет. Китайская одежда стилизованная. Такая современная, стилизованная под китайскую. Но минимальная абсолютно. Днем, конечно, летать хорошо. Но вечером тоже. Смотрите, какой закат. Прекрасный закат России над Москвой. 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 ура ура 8 часов прошли можно сказать почти незаметно по сравнению с прошлой командировкой которая была через два плеча через арабские эмираты это было отсущий тут нормальные места хорошие еще на двух местах сидел поэтому окей аэропорт шоу дуя тут сто лет не было конечно ничего не помню вообще сколько один след на вот и посмотрим погран контроль проверки всякие все остальное да красиво high на нейрлайн здесь походу базируется втором терминале сколько лет аэропорту этому уже ну 15 может быть может быть чуть меньше но все ухожено с навигацией все отлично я в китае я только что прошел таможенный досмотр таможенный незаметно пограничный очень быстро и в принципе некоторые формальности были вот распечатал карту метро сейчас посмотрим вообще из москвы то что пролетело куда время 9 часов добраться так 6 это наш да это наш 6 где тут мой чемодан доберусь я надеюсь часа за полтора примерно до дома вот будет круто кусочек пекинского метро капитал интернешнл аэропорт терминал 12 и я еду то донжимена это это аэроэкспресс такой веселый и хороший 25 и они первая трата по сути по времени конечно вообще метеор потому что 8 22 минуты до 8 утра 8 22 я вышел из самолета и сейчас где-то 9 15 я уже вот здесь потупил чуть-чуть с машиной покупательные для билетов но там не было сдачи просто так и они у меня есть а если был бы интернет то я бы первый раз жизни заплатила липе наверно да и ждать еще шесть минут как видите здесь все написано прекрасно через шесть минут приедет состав называется он не аэроэкспресс и не метро а как-то вот немного по-другому а вот капитал аэропорт экспресс у них слоган такой замечательный соединяя зеленый материк с голубым небом вот так я тут Это называется Аэроэкспресс, за 300 с чем-то рублей, 25 юаней, такая красота, конечно, сильно изменилось все за 11 лет, но я просто не верю, что когда мы здесь ехали с Андреем в поход через Пекин и обратно, был солнечный день такой же, это точно, и был сног жуткий, небо было коричневое, то есть оно было мутное, темное, чем-то затянутое, какое-то дрянь, и что сейчас, за 10 лет они, великие китайцы, взяли и очистили город Пекин, как минимум, потрясающее что-то, сейчас я еще понюхаю город в самом Пекине, будет очень интересно, но, да, я такого солнца в Пекине не представлял, 13 линия метро, такая красота, полузакрытая, вот это тоже вариант очень интересный, который я вообще не видел, честно говоря, ни разу, то есть, либо это полностью закрытая станция вообще, бетоном и ничего не видно, либо это стекло, что дорого, а тут половина закрыта, и это круто тоже очень, на самом деле, потому что и безопасно, и дешевле гораздо, почему бы такое не сделать в Москве, ну, по той стороне едет поезд, а мне на станцию Лиуфанг, и там пройти где-то один километр, приехали, станция Лиуфанг, 3 юаня это стоило, здесь тоже двойные створки, круто и огонь, как мне здесь нравится он, начальник станции стоит в центре станции на таком помосте, вообще круто единственное, что эскалаторы тут, как бы, как видите, иногда отсутствуют ну, товарищи, конечно, первое впечатление от Пекина через более чем 10 лет это что-то с чем-то, я вообще не узнаю город, хотя я в этом районе не был, не жил, но в целом, знаете ли, метро улучшилось достаточно сильно, и обстановка экологическая просто, ну, невероятная сейчас день это даунтаун, понятно, не совсем центр, но все равно от центра здесь совсем недалеко, километров может быть 10 максимум синее небо, тоже желтое солнце очень приятный воздух есть, конечно, загазованность, но не большая совсем надо будет выяснить, что здесь с всякими электробусами и прочими делами и блин потрясающая погода потрясающая обстановка и очень много всего интересного, то что я не видел велики прокатные в большом количестве самокатов я пока не вижу нигде и от станции метро до отеля мне идти еще метров 300 ну, всего где-то 800 метров, так что я угадал с метро и проехал от аэровокзала от аэропорта до отеля за 25 юаней это скоростная ветка до метро и потом 4 юаня до станции 28 юаней ну, около 400 рублей, наверное дешевле, чем на такси несколько раз начинаем прогулки по метро станцию Леуфан и это карта которая может соперничать с московской реально прилетел я вот сюда в аэропорт со второго терминала потом доехал до станции Дон-Джимен и поднялся на Леуфан там желтенькая ветка теперь я поеду в центр на станцию Сидань естественно и прочие дела не был уже в Пекине не был уже 11 лет и надо посмотреть что здесь вообще происходит и пойдемте покупать билет здесь очень интересная система связанная с тем, что не так просто купить билет иностранцу только в кассе это вот расписание со станции Леуфан и везде и всюду это автоматы по покупке билетов как видите тут на первый взгляд ничего не понятно а на второй более-менее понятно ну допустим мне надо на ветку которая называется голубая десятая ветка да какая-нибудь рандомная станция 4 юаня стоит билет и вроде как можно заплатить кэшем но необходим айди без карты местного жителя или без документов ничего тут не купишь вот так вот поэтому я пошел в кассу и за 4 юаня вот здесь вот мне продали билет различает стоимость на разные станции от 2 юаней насколько я понимаю до ну 4 наверное может быть больше где-то есть честно говоря точно не уверен станция Дон Джимен два направления собственно Леуфан не до Дон Джимене ехать с навигацией здесь все хорошо запутаться можно вчера я вообще уехал не на ту станцию потому что перепутал иероглиф в конце там ворота нарисованы я совсем запутал выхожу выход а что-то не то мне казалось что это не та станция поехал не в ту сторону ну да ладно если я вот сейчас вот так вот можно сделать запрыгнул вагон метро последний поехал одну станцию проеду потом пересяду и потом по кольцу и еще одна станция я не знаю куда не знаю что есть есть а и это и что не а в в в здесь двойные двери которые открываются в вагоне а потом еще и на перроне по-разному разные дальше мне надо на вторую линию здесь чертовски длинный переход это 450 метров что ли я хорошо здесь кстати на этой же станции пересадка на линию аэроэкспресса и стоимость 25 и они что примерно рублей 320 330 а такие тут коридорчики приятная реклама конечно же куча камер дикое количество причем камеры еще и с микрофонами все которые я вижу это тоже довольно любопытно не зависит такая пушечка небольшая аудио пойдемте вперед вот наконец-то добрались налево-направо есть станции разные есть острова островного станции есть разные островного типа и берегового так скажем мне нужна вся новом и надо быстро сориентироваться какую сторону мне ехать не в эту сторону удобно что карта метро нарисованы прямо на перроне на стеклах вот на этих это очень круто давайте куда не сюда пройду куда-нибудь вот туда кстати в начале в конце станции каждая есть туалеты представьте себе то есть вообще до конца перрон доходишь там туалет есть вот сейчас я вам покажу где-то он тут должен быть но видимо да это вот конец вагона и нет туалета здесь нет ну начнем другой станции почти везде он есть поезд приходит с строгое расписание и по выходным интервал чуть поменьше конечно вот такие вот ворота здесь хорошо что не полностью стена закрыт с одной стороны с другой стороны прошу что это вообще есть те ворота очень классно придумали да 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 чем-то напоминает немного московское метро хотя бы тем что здесь много народу тоже на некоторых станциях но и понятно что выходной сегодня суббота просто мне надо выход джи который приведет меня к одному из торговых центров которые сегодня собираюсь посетить народ немного на самом деле так себе выбираюсь потихоньку из этого безобразие выход джи китайцы не меняются со временем к сожалению и дело в том что если они куда-то идут и вдруг им надо встать то они берут просто и вставят просто так и раз посередине нафиг вот теперь мне надо засунуть мою одноразовую карту которая возвратная меня машина выпускает это очень круто джи эйч выходы все подписано с навигацией все просто прекрасно еще немного пройти по этим коридором может быть будет эскалатор может быть нет как обычно я заехал в новый район китая который на вид как другой город совершенно сенчен действий гармон сервис центр что это значит не знаю на магазин не похож дальше мэриот и дальше еще какая-то ерунда стоит на это явно не пице поэтому мне все таки вот туда там видно всякие высотки из стекла и бетона зелено-голубого цвета который как раз и торговые центры киевсе на углу не какой-то ростикс а прям фингер ликен с пальчики оближешь в общем так что не доехал я одну станцию можно было здесь пересесть ну ладно пройдусь пешком какая архитектура тут прикольная синхуа агентство новостей что ли центр пекина оживленная магистраль кольцевая одна из главных а вот там дальше уже запретный город и все остальное самое туристическое что меня здесь поразило в этот раз тишина очень много электротранспорта процентов 70 может быть 80 пожалуй даже смотря какой тип транспорта это все электричество и нет громых они нет газов горизонт видно далеко если от назад здесь была просто дымка жуткая такая днем особенно зимой когда воздух плотный что не было видно здание через несколько кварталов сейчас совсем другое дело совсем другой мир китая седан район станции метро куда я мог доехать но прошел еще 10 минут и начинаются торговые центры здесь их огромное количество прямо дикая но посмотрим если там хоть что то что мне понравится или нужно я так не уверен честно говоря охраны полиции много дикое количество камеры везде стоят даже мышь не проскользнет интересно с чем связана такая ситуация вообще может быть со всякими там терактами или что-то еще такое странное или страшное но тем не менее охраны здесь много один центр второй центр третий центр я вижу три пока может быть больше еще прогулки по торговым центрам меня погружают такую тоску если бы не несколько брендов которые мне нужно найти то я бы тут совсем и не ходил бы никуда сейчас мне на седьмой этаж нам подниматься здесь всякое барахло тряпки чертичо деньги есть значит не уверен что и все потрачу можно конечно но смысл если это тряпки и всякая фигня полная да это один торговый центр такой здоровый куча брендов куча фигни пятый этаж что-то типа детская хоть какая-то одежда очередная поедем выше 7 этаж левайс и бренд мишка называется до пишется прям мишка почему бы нет 78 год мы почти угадали до 79 тут можно всякие медведские штуки купить тоже на вид ничего интересного праздник торговли и траты денег вот он современный китай развитие невероятное я потихоньку еду вниз потому что опять ничего не нашел пойду гулять дальше до следующего какого-нибудь торгового центра пожалуй посмотрю что там есть и цены тут неприятный честно говоря подбор вещей не очень-то поэтому посмотрим что там дальше чудесное место парк рядом с торговыми центрами называется chill зинью может быть это подземный торговый центр я по нему иду вот так вот сейчас заглянем посмотрим через крышу может быть что-то будет видно но я туда внутрь не пойду чем я далеко не в восторге от этих торговых центров всех и это не моё где брать вещи где брать товары на масс-маркетах конечно же китая доставка номер один уже давно алиэкспресс толпа всякие вот идет тимов они отсюда пришли и они здесь прекрасно работают что-то этим не воспользовался и иду по пекину гуляем дышу свежим воздухом все довольно приятно и это какой-то круговой такой проход а нет можно здесь пройти до это называется play play и что-то там вот такая вот панорамка один торговый центр 2 3 4 5 возможно куча банков по виду здания еще не догадаешься банки отеля офисы народу как видите мало в этом районе сейчас приду в центр там наверно будет много ну а на русскую улицу с русскими названиями магазинов и вообще не хочу идти красивая ручка полиция опять дежурит огромное количество причем ладно бы полиция форме так еще и вооруженные чуваки тут стоят везде и всюду центральный центр пекина здесь есть даже кпп которая я прошел на кпп стоят полицейские рядом еще вахта стоит какой-то автобус жуткий и система распознавания лиц для китайцев потому что меня так пропустили это было необычно весьма бейджин book building за мной сейчас книжный магазин один из самых больших наверное но все-таки самый большой который я наверное видел когда-либо невероятное огромное здание очень интересно что такие книжные магазины они сразу как библиотеки примерно работают потому что туда можно прийти почитать книжку посидеть кофе выпить во всем этом огромном здании я не уверен что верхние два этажа это тоже магазин но вот эти основные да нужно сдать кровищу рядом еще автобус стоит мы идем дальше я вижу отсюда культурный центр и какое-то здание невиданное до этого понятно 10 лет прошло вот так что интересно вот охрана кстати стоит стоит тоже и очень-очень много зелени свежего воздуха какой кайф гулять по пекину в это время не самое лучшее жарковато чуть-чуть ну так очень приятно товарищи не забывайте паспорт в отеле и вообще берите его с собой особенно если вы живете в центре пекина или собрались центр пекина здесь много много постов вот один из еще один я не уверен что это последний проверяют документы у всех вообще хорошо у меня был скан паспорта в облаке номер записали спросили чё зачем идешь я говорю погулять полицай отчет передал там кому-то но говорит окей идеи даже сумку недосмотрели игр от россия россия на права не прокатили кстати так что носите с собой документ или хотя бы цветной скан а лучше все-таки паспорт с визы чтобы было понятнее есть такой прям центральный центр все очень хорошо вылизано чистенько рядом какая-то стена на вид древняя на ней камеры самые современные стоят и дальше еще куча полиции стоит надо посмотреть по карте куда и иду вообще надеюсь так уже поживее поживее чем лежит центру сердцу пекина тем прям оживление еще один этап проверки что ли да блин сколько можно то все хотят на площадь аняльмайн офигенная чередина куда я попал господи черт побери даже не знаю хочется мне туда идти или нет сейчас подумала наверно надо еще одна интересная деталька насчет пропускных всяких систем чтобы попасть на площадь аняльмайн вам надо за сутки до этого получить разрешение специально указать номер паспорта номер визы ну в общем и прийти сюда точно с документом поэтому я иду обратную сторону метро потому что капец и доеду одну станцию до ван фудзина получается и там пороюсь и потом я не знаю поехать обратно в отель что ли читала щек это гулянка в этот раз фиговая подготовка называется вот такой вот фэйл получился сейчас я еду со станции тяньаньмэнь на ван футзин и если уж совсем что не получится то есть последнее решение русские рынки торговые вчера я что видел какие-то шубы меха там и по-русски название огромными буквами ну а теперь метро 2 станции проехать сэкономлю силы я свяжусь тут прохладно хорошо не сильно жарко но все-таки так противненько парит сильно наконец-то я залез метро проехать вот через одну станцию сейчас я на тяньмэнь си потом тяньмэнь дон и ван футзин следующие 5 юаней стоит 5 юаней почему 5 чинчи непонятно если у них цены от 2 максимум что я платил 3 тут вот зато поезд уже пришел отлично вот это радует одну станцию 5 юаней на 60 рублей ладно зато доберусь легендарная всем известная кто был хоть раз в пекине улица ван футзин ну а кто не был тот слышал по крайней мере отель пекин здоровенный в москве кстати красивее потому что сделаны старые сталинские высотки справа банк китая и вперед поехали под ним эта улица такая себе обычная что-то на ремонте стоит еще а ночью здесь прям красота и видимо частью улиц перекрывают что ли для пешеходки пока ничего не понятно есть у меня подозрение что я здесь тоже ни черта не найду но посмотрим почему бы и нет по крайней мере ну майку носки на память и кружку еще одну можно и купить еще одно доказательство что здесь любят читать и любят книги за мной еще один книжный здоровенный магазин называется ван фудзин букстор гигантский мне можно найти всякие книжки не только на китайском языке даже на русском представьте себе там есть отдел иностранной литературы что меня еще здесь радует это фудкорты на первом этаже что для людей более прилично если на только пожрать чего-нибудь понятно что с точки зрения экономики это ну так себе а с другой стороны удобства это удобство и вот начинается пешеходка кстати и это торговый центр похоже работает потому что ремонтирует только фасад не знаю можно туда сходить а можно и не сходить на обратном пути старые автобусы какие-то исторические огромная пешеходная гигантская улица торговая скучно вообще прям скучно хоть вот бросай все есть музей авиации что ли ну потому что капец я не знаю что тут найду и найду ли а тут что-нибудь тифони кортье энд галей омега ну да куча всего ленинг тот же известно же по всему миру в целом капец кучи санкций здесь почти нет если не брать некоторые бренды которые просто не работают китая но по разным причинам не политическим допустим там экологическим есть линия косметики которые меня попросили найти ее не возят в китай официально потому что китай ведь или тестирует на животных или наоборот это косметика тестируется на животных в общем там все не так просто я думаю надо уже куда-нибудь зайти да посмотреть что там есть внутри допустим вот в этом здании или следующем или вот или вот в этом бренды 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 давайте пойдем вот сюда наверное а нет вот детский магазин гигантский детский магазин она как столица неинтересная совершенно центральная часть магазин иностранных ник в пекине пожалуйста вам тоже можно зайти найти чехова пушкина и всех кого они любят прошел я детский магазин прошел я еще чего-то и как-то вообще мне скучно пойду-ка я обратную сторону забреду в какой-нибудь небольшой магазинчик куплю там чего-нибудь на распродаже и все и достаточно ну потому что невозможно это все не мое сейчас время 14 38 уже итоги дня я увидел 10 торговых центров может быть больше не купил ни черта потрогал несколько рюкзаков и все короче день прошел не впустую потому что я был в центре посмотрел на пропускную систему китая и оценил метро которая расширилась явно разрослась я не помню сколько тут было линий станции но явно сейчас их больше и сейчас я еду в отель поезд на станцию ли уфан все хорошо сейчас я туда как сяду как уеду даже на двери написано ли уфан прекрасно просто вот так выставка кончается называется демонтаж агрессивный такой демонтаж все стенды вывозят на специальную площадку а стендов очень много естественно не все построены с нуля и увозить их смысла нет перевозить с места на место они не мобильные рабочие привозят стенды после этого их уничтожают различной техникой ну как я вижу три экскаватора и одна такая штука с рукой большой все это долбит на мелкие кусочки и потом люди специальные слева собирают разные кучи бумагу пластик дерево если есть металл обязательно и потом все это раздельно утилизирует токают история после выставки бир тиви 2023 завершилась сегодня 26 августа и в пятнадцать ноль ноль выставка закончила работу все разбирают увозят машины и логистика и здесь будет через не знаю день-два следующая выставка скорее всего понедельник вторник потому что это огромная площадка си ай и си на которой проводят очень много мероприятий вот кстати справа вот это здание небольшое это не выставка это бывший кэрифур почему-то он закрылся пожалуй везде в китае ладно до новых встреч до нового следующего года посмотрим что нам покажут на бир тиви 2024 губа отель прекрасный большой уютный который меня приютил почти на неделю в пекине это было замечательно и интересно главное что недалеко от выставки следующем году возможно я заселюсь сюда же обязательно погода в пекине неплохая весьма до вылета примерно четыре часа и китайцы мне постоянно мешают привычки я иду в метро мне надо проехать одну станцию по желтой ветке потом прыгнуть на аэроэкспресс который меня минут за двадцать пять довезет до терминала 2 вылет сегодня 1425 high nine airlines документы с собой деньги с собой все с собой надеюсь собственно ничего такого не происходит особого все тоже самое только солнце нет а в целом все по-прежнему в пекине электротранспорт еще прибавился парой десятков тысяч единиц за прошлые сутки и все гуд бай той стороне хорошее пиво прямо неплохая еда недорогая слева жилые районы просто так метро вы слышите здесь плитка везде прям как москве но не как москве уже конечно как во многих городах россии и осталось купить чайку каких-нибудь вкусностей небольшое количество а то у меня будет перевес скал майку вчера в пекине ездил прошел 10 торговых центров бесполезно естественно майка нашла здесь прям вот от отеля пять минут пешком я там жил 6 дней или как бы все равно нифига не увидела сегодня раз и все поторговался чуть-чуть можно было еще скинуть на с другой стороны и так сойдет 150 и они две нормальные майки с микки маусами так что все окей где-то здесь здесь у нас и дальний всякие в районе метро ну как и у всех остальных странах пожалуй и и магазин сайван и лайван который я не увижу еще какое-то время в россии и нет уже и не было точнее вот в азия попаду не знаю когда не то чтобы никогда но наверное не скоро поэтому зайду сейчас сюда и посмотрю что там вообще есть чайку взять газировки какой-нибудь нормально будет как видите здесь есть все и даже белый сникерс и даже два вида белого сникерса которые вы наверно не видели в россии классический мндм с понятное дело кстати можно взять одну штуку наверно шоколадом дальше у нас что питье 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 орехи где чай у вас естественно куча лапши сосиски рядом бакарди а.б. джек дэниелс всякие разные вообще без без проблем без вопросов так молочка которая в китае очень хороша везде а здесь всякие уже штуки типы презервативов и всяких хозяйственных штук а где чай не интересно дабл мент и смелоди попс пол сидер чего-то там непонятно где чай может его и нету хотя должен быть рядом с кофе немного осталось как говорится еду на капитал аэропорт экспресс до 270 метров в этот раз мини в центр куда-то подальше но вот еще 25 я никаких 35 минут и принципе все можно сказать что я буду в аэропорту а там буду сидеть часа два три примерно теперь мне надо выйти и потом зайти это разные просто ветки и оплата там разная история повторяется сейчас я пытаюсь уехать на аэроэкспрессе прошел чек секьюрити билетов тут просто нет нигде блин почему вот так вот или мне вот туда вот надо вниз эти я так понимаю здесь вот лифт классный но у меня нету блин билетов в тех автоматах я не куплю ничего поэтому мне надо переться вниз чемоданом потому что у меня нет электронных денег вот спасибо большое ладно раз пройдет от одеваться и я пойду вниз кажется он весит под тридцатку фигня со всякими по сути бумажками но боже мой эскалатор тут как бы не работает просто пока еще до чего пройти забыл где-то здесь есть билеты вот она станция central airport экспресс если что запомните так это у нас сувениры поезда майки нафиг они нужны здесь четыре минуты следующий поезд идет вот 25 я не билет а не битвики дал двадцать пять и сейчас получил билет отлично вот где-то здесь на эскалаторе поеду а так вот это делается ура ура я прорвался капитал метро четыре минуты успеваю на поезд он другое дело там пришлось конечно пройти но здесь уже гораздо более приятно сохраняйте билеты до конца поездки потому что выход тоже по этим билетам они возвратные и это очень хорошо пластик хотя хочется конечно на память взять такой но не получилось в этот раз ни одного пекинского билетика взять на память вот уже здесь я вижу необычных китаянок которые летят куда-то далеко может быть они даже по-русски говорят так ну и по сути все вот мой персональный вход капитал аэропорт терминал 2 мне надо сначала терминал 3 приеду потом развернемся и поедем в обратную сторону чуть-чуть на по другой ветке туалеты как всегда туалеты на станции и две минуты до этого поезда и 13 до следующего очень мне повезло в этот раз выходные и время почти один часов то есть в 11 он уедет заканчивается моё путешествие по пекину китай прекрасен он очень сильно изменился я думаю изменится еще сильнее через несколько лет это аэроэкспресс едем в аэропорт рядом скоростная трасса видимо тоже в аэроэкспресс посмотрите и угадайте сколько здесь бензиновых машин на дороге процентов 5 может быть может быть еще меньше не так прям все интересно может быть все-таки много-много погода сегодня не очень закануто все дымкой парить сильно влажность большая но дождя нет и по поводу экологии еще раз могу сказать что здесь все прекрасно просто дышится здесь замечательно лучше и лучше и скоро выбросов вообще не будет никаких может быть только от фабрик заводов загрязнение будет озоновое потому что двигатели постоянно работают международный аэропорт пекин вот сюда заходит миллион людей вылетает миллион людей и конечно первая компания по количеству рейсов в неделю это china airlines у нее там что 2000 или 4000 полетов в неделю представьте себе на втором месте примерно война не airlines что-то около 4000 ну тоже в общем десятки тысяч полетов в день тут рекламу водки как ни странно курить нельзя и интернешнл он фонд лакао тайвань вылетающие до интернешнл это вот мой терминал как раз сейчас зайду там большая чередина кстати война нерлайн что-то русские летят ломоносов университет вообще все нормально по времени принципе успеваю я думаю меня тут не оставят паспорт на достать заранее и все а так все окей не самый большой терминал кстати терминал 3 рядом через 2 и вот она очередина огромная огромная чередина здесь китайцы русские все остальные и стоим ждем хвост где-то сзади меня человек 10 но спереди там человек знаю под сотню что наконец-то за почти час или около часа я получил свои посадочные место моё 12к чистая зона пекинского аэропорта никого нет но относительно никого если сравнить с тем что было вот там кстати драгон послал который поддерживается вроде бы русскими банками вместо того который исчез хайнаньский ханаклуб туалеты дальше взлетка все приятно сейчас посмотрим какие там самолеты у нас стоят ну хайнань ирлайнс огромный чайна airlines чайна точнее международный национальный перевозчик на международный конечно его там дали видно терминалом номер один гигантский со стороны птицы до с птичьего с высоты птичьего полета он выглядит как такая большая птица или дракона что такой один раз пролетал прям над ним чем было любопытно вот сейчас точно не знаю со мной летят всякие разные русские самое интересное это команда вам баскетболисток с каких-то азиатских игр вот они сзади меня и у них руках кубок возможно первое место возможно какое-то еще это прям почетно все хорошо что я зашел магазин перед тем как уехать в аэропорт потому что сэка намил денег какой-то офигенный самолет стоит не пойму кто это сычуань ирлайнс что ли очень яркий красивый погодка окей ветра нет облачность высокая достаточно слететь удастся хорошо главное сесть залезли в самолет мне не самое плохое место жалко что рядом с двумя туалетами но это не страшно зато я могу любое время выйти и очень здесь неплохо уголке рядом сидит товарищ бизнесмен турист и не совсем понял но хорошо долетим нормально погода отлично взлетим и через примерно 30 минут мы улетим куда-нибудь успешно долетели в этот раз 8 часов как-то прошли особо незаметно терминал b и хорошо я практически свеж дома 1802 в китае уже ночь глубокая 5 часов разницы сейчас идем получать багаж но до этого таможня точнее не таможня погранцы довольно общем-то оперативно работают товарищи сели несколько минут но менее десяти на паспортный контроль и потом выдачи багажа уже разгрузили самолет но это видимо потому что он стоит у телетрапа так вот телетрап западный альстер где они берут запчасти очень интересно наверное грузят соседних странах багаж и потом раз и готово 1805 пекин выдача багажа все припелся домой наконец-то после достаточно тяжелой недели мотания по пекину это было приятно все таки тяжело чем работа отличается от отпуска тем что ты не можешь просто сесть на велике и поехать куда-нибудь так вот к куча 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 работы огромное количество было еще надо разбираться с ней так что все я пошел на улицу искать такти там разберемся вдохнуть свежего московского воздуха не сильно холодно я бы даже сказал вообще не холодно закатное солнце новый терминал бардака поменьше это конечно не другие аэропорты аэропорта короче нормально жить можно сумочка на ведь целая даже и не открывали его завязочка на месте хорош погода отличный перелет отличный самолет хорошая авиакомпания то это c просто видимо с другой стороны что ли там посадка получается здесь высадка что ли да точно именно так и есть вот туда туда все приезжают высаживаться вот здесь у нас тоже вход но другой стороны выход видимо здесь входить неудобно для досмотра нормально так сделали куча машин куча китайского производства машин кстати